Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что сейчас обсуждали вопрос о оценке экономической политики правительства. Хочу просто вернуть нас на год назад. Помните, когда вводились в Соединённые Штаты ограничения в количественных смягчениях, деньги побежали со всех развивающихся рынков. Я помню, один из самых таких вопросов в прошлом году был, а как Россия среагирует и что будет? А ведь ничего не было, по сути дела, с Россией никто не ушёл. А с развивающихся рынков убежали капиталы. Сейчас, конечно, у нас ситуация сложная, потому что капиталы убежали по другой причине. Но тогда доверие к России и страны инвесторов не было подорвано. И это благодаря той политике, которую проводит правительство. Второе соображение. Мы сегодня действительно тему обсуждаем. Новая конкурентоспособность. Я думаю, что именно в новых условиях, сложных условиях, которые нам сегодня свалились, что называется. Потому что действительно эти ограничения, это санкции. Нам нужно по-другому сейчас, может быть, ряд позиций переосмысливать. Но что делать? Вот действительно Германович говорит. Я считаю, что, в первую очередь, нам нужно не давать повод для неопределённостей. Вот мы проводили политику финансовую, бюджетную, денежно-кредитную, и так же будем дальше проводить. Ни в коем случае не закрываться. Сейчас вот действительно обсуждали вопросы, там, вводить валютные ограничения, значит, закрывать занавес. Нет таких, невозможно давать таких поводов. Потому что основное для инвесторов, которые вкладывают в Россию и закладывают риски, риски на Россию, а что там будет? Да чёрт его знает. Но если правительство и Центральный банк говорят, что мы будем чётко следовать той политике, которую мы определили, она, собственно, ещё раз говорю, не самая плохая у нас в России. И прошлый год об этом говорит. Но я считаю, что риски Красной России будут значительно меньше. Второе, конечно, сейчас нужно мобилизовать ресурсы. Здесь речь идёт о государственном секторе. Это и бюджет, и частная компания, значит, и частная компания с государственным участием. Что касается бюджета, я полностью согласен, у нас манёвр есть один. Это сокращать дотацию пенсионному фонду. Здесь и возраст, здесь и целый ряд решений, которые мы не реализовали ещё. У нас огромное количество предложений, которые, ну, не было. Мы, может быть, несколько так, знаете, боязливо к этому подошлись. Есть ещё момент, есть ещё возможность для того, чтобы, значит, реализовать эти меры. И оборона, конечно. Безусловно, мы эти два крупнейших, значит, расходных обязательства, они делают неповоротным нашу бюджетную конструкцию. И если мы сможем принять непопулярные решения, но эти решения высовет средства инфраструктуры, это нужно делать. То же самое госкорспорация, кстати говоря. Надо повышать, ну, общие слова, конечно, это эффективность, прозрачивость и так далее. Но мы не повышали тарифы, надеялись о том, что будут сохранены инвестиционные программы. А ни везде это получилось, к сожалению. И если посмотреть по эффективности наших государственных корпораций, посмотрите, то издержки их в последнее время росли выше инфляции, а издержки в частных компаниях меньшими темпами. То есть это тоже один из показателей. Следующее, сейчас, это действительно институты улучшения вес климата. Здесь в этих условиях, в нынешних сложных, мы уже говорили, что нужно активнее проводить политику для бизнеса, чтобы бизнесу работалось здесь комфортнее, бизнесу работалось лучше. И мы, как правительство, такие задачи представители поставили, имея в виду, что приблизим те решения, которые мы намечали на 2015-2016 годы. Это и малый бизнес, и средний бизнес, который быстро адаптируется, быстро может вырасти и за собой поднять экономику, о чем Алексей говорил, а с ним полностью согласен. Еще раз я тоже сегодня разговаривал о том, что мы первую сложную фазу, мне кажется, начинаем проходить. Если не будет никаких вновь таких серьезных давлений на Россию, то мы видим, что инвесторы возвращаются к нам на рынки, спреды падают, и если мы дальше будем четко следовать своей парадигме, я надеюсь, что доверие будет восстанавливаться. Спасибо.